МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас новостей на 12-м канале. В студии Дарья Шадрина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Потеряли 500 тысяч тонн зерна. В правительстве региона рассказали, как идет посевная на севере области. Скажется ли поводок на урожае? День города отпраздновать без омской галерки. Готовность юбилейных объектов проверил Станислав Гребенщиков, что успеет сделать к юбилею Омска. И перепела всех. Десятилетняя Мичка стала финалистом национальной премии президента «Будущее России», когда маленькая певица выступит на международной арене. Омский аграрий, пострадавший от паводка, возможно, получит компенсацию из федеральной казны с такой просьбой. Областное правительство готовится выйти к Федеральному министерству сельского хозяйства. Сейчас подсчитывают окончательный ущерб, который понесли фермеры на севере региона. Об этом на пресс-конференции рассказал глава областного минсельхоза Максим Чекусов. Из-за подтопления регион потерял порядка 500 тысяч тонн зерна, а размытые дороги в ряде хозяйств мешают вывести технику на поля. Впрочем, как отметил министр, несмотря на сложности, в этом году посевная стартовала на неделю раньше. Аграрии засеяли уже почти тысячу гектаров земли, это больше трети от запланированного объема. В лидерах Кормиловский район здесь освоили почти половину площади ненамного отстает Калачинск. В этом году наши аграрии приобрели техники и оборудование более чем на миллиард рублей уже за 4,5 месяца. Начала работать программа 1432. К сожалению, она начинает работать не с января. Деньги выделили только в конце марта. Это сумма порядка 10 миллиардов рублей, по-моему, 9,8. И наши аграрии могут приобретать технику со скидкой 30%. И можно сказать, что сегодня практически без этой программы техника не приобретается. Артисты-галерки в лучшем случае взойдут на театральные подмостки к Новому году. К Дню города театр не достроят. Проверку готовности ключевых объектов к 300 лет Тёмска сегодня провел заместитель председателя регионального правительства Станислав Гребенщиков. Причина корректировки сроков – задержка федерального финансирования и неверно оформленная документация. А вот возведение путепровода на 15-й рабочий подходит к концу, так же, как и цирка. Здесь 60% всех строительных работ уже выполнены. Осталось закончить внутреннюю отделку помещений для животных и зрительного зала, а так же установить систему кондиционирования. Проблемы у подрядчиков возникли при возведении хирургического отделения городской детской больницы номер 3. Всему виной финансирование, однако уже на следующей неделе строители должны получить новый транш – 30 миллионов рублей. И работы снова возобновятся. То, что объекты будут готовы, нет сомнений. Есть на сегодня по срокам, в связи с обозначенными проблемами, есть, конечно, настороженность, что что-то мы не успеем идти в городе. Но то, что мы объекты закончим эти, это вне сомнений. Объекты, культовые объекты, значимые все. Их уже невозможно, скажем, не закончить. Больше 1200 человек уже стали жертвами ключей. Это в полтора раза больше, чем в 2015-м. Сезон укусов в этом году начался раньше обычного. Пока случаев заражения энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано, санитарные врачи призывают томичей внимательно осматривать себя после похода в лес или прогулок по траве. В парках и скверах Омска уже провели обработку. Вот в Полтавском районе готовят школу к сезону летнего оздоровления детей. Здесь ведут химическую обработку участков и зеленых насаждений. Процедуру проводят в спецкостюмах. Препарат используют широкого спектра действия. Он убивает паразитов через 20 минут после нанесения. После процедуры вводят трехдневный запрет на посещение учреждений. В это время детям вход сюда категорически запрещен. В этом году будет открыто 9 площадок. Параллельно с данными мероприятиями проводится обследование помещений, которые будут отведены для оздоровления детей. То есть это библиотеки, столовые, кабинеты, спортивные игровые площадки. Однако мечей вместе с разгулом клещей ждет еще и нашествие комаров. Большое количество талых вод и паводок стали причиной их размножения. По словам ученых, в этом году активность кровосочущих тоже, как и в случае с клещами, началась раньше обычного. Больше стало и самих насекомых. Пик их численности придется на середину июня. Берега Иртыша очистили от грязи и мусора. Омские спасатели присоединились к всероссийской акции «Чистый берег». В регионе она проводится уже третий год подряд. Сотрудникам МЧС помогали волонтеры и неравнодушные мечи. Впрочем, задача убрать не только берега Иртыша. Спасатели постараются охватить как можно больше омских водоемов и подготовить их к лету. Сейчас на территории Омской области наиболее максимальный уровень установился. И с завтрашнего дня Иртыш потихонечку, по одному, по два сантиметра, будет убывать на территории именно городской города Омска. Идет снижение уровня воды. И, соответственно, когда река разливается, все, что было на береговой линии, это все выносится дальше от устья реки. И тем самым река себя очищает. А мы ей помогаем в этом деле, чтобы очистить воду от грязи. Прокомментировал сегодня Владимир Корбут и подготовку к пляжному сезону. В ближайшее время места отдыха в регионе не откроются. Вода пока не ушла с пляжей. После того, как уровень не спадет, специалисты обследуют дно рек. Предстоит обучить спасателей, которые будут дежурить на пляжах. К слову о мече, накануне уже, несмотря на все запреты, спасатели и санитарных врачей открыли купальный сезон. В регионе установилась жаркая погода. Выходные синоптики и вовсе прогнозируют температуру до плюс 28 градусов. Жильцы одного из омских домов на левобережье сообща решили подать в суд на свою управляющую компанию. Обслуживающая организация в майские праздники преподнесла жильцам неприятный сюрприз. В доме оказались отключены все лифты. А весь хозанвентарь, с помощью которого компания обслуживала дом, исчез без следа. В результате многоэтажка фактически осталась предоставлена самой себе. Жалобы на коммунальщиков у жителей дома копились давно. Текущий ремонт проводили некачественно. В квартирах не соблюдали температурный режим, дворы не убирали. Отключение лифтов стало последней каплей. Жители дома теперь намерены судиться. Как выяснилось, лифты вообще обслуживали из рук вон плохо. Один из них запустить теперь вовсе не получится. Расход по содержанию, это где-то было порядка около 4 рублей с квадратного метра. Хотя везде, в среднем по городу, цена сложилась в районе 3 рублей с квадратного метра за обслуживание лифтового оборудования. То есть даже здесь цена была завышена фактически. Вот мы сейчас пытаемся это собрать по максимуму доказательную базу, чтобы потом у нас была судебная перспектива работы с управляющей компанией. Управляющая компания, по словам собственников жилья, никак на жалобы не реагировала. Тогда люди обратились за помощью в общественную организацию «Оплот». Активисты связались с руководством обслуживающей организации. Те пояснили, что жители многоэтажки сами попросили расторгнуть договор. Решили организовать ТСЖ. Однако по закону управляющая компания еще как минимум месяц должна была обслуживать дом. Сейчас в тонкостях законодательства собственникам жилья помогают разбираться общественники. И в суд жителей дома в любом случае намерены идти как минимум с жалобой на испорченные лифты. Элина Мизулина поддержала идею установки в Омске памятника Колчаку. Сенатор от Омской области прокомментировала свою позицию в интервью 12 каналу. По словам, время, когда Омск был третьей столицей, специфическая и редкая страница в истории города. Любой другой регион использовал бы этот факт для привлечения туристов. Установку в Омске памятника Верховному правителю России обсуждали во время правительственного часа. Идею поддержал министр культуры России Владимир Мединский. Я занимаю позицию, что в гражданской войне нет победителей и побежденных, но места поклонения, историческая справедливость, места поклонений для одних сторонников и для других, для жертв с одной стороны и с другой обязательно должны быть. Потому что это в природе человека. У него должно быть такое место поклонения. Надо дать возможность поклоняться и одним, и другим детям, давать ту историю, которую мы имеем, делать из нее выводы, чтобы гражданской войны в России не было никогда. Десятилетняя Мичка стала финалистом национальной премии президента «Будущее России». Отборочный этап прошел в Санкт-Петербурге. Юная вокалистка исполнила взрослую джазовую композицию и стала лучшей среди всех возрастных категорий. В марте следующего года школьнице предстоит выступить в Москве. Сейчас она выбирает репертуар. Екатерина Баучевская встретилась с девочкой, голос которой уже называют символом омской вокальной школы. Десятилетняя Виктория Воронова обворожилась сильным голосом не только омских вокалистов, но и коллег из культурной столицы. Кубок и звание лауреата президентской премии «Будущее России» – долгожданная награда для юной певицы. Победа на российской сцене – стимул для покорения международного Олимпа уже в июле, а Мичка защитит честь Родины в Болгарии. К битве голосов Вика усиленно готовится. На распевку 45 минут джазовый голос струется волнами от верхних до нижних нот. Музыкальный регистр Виктории контролирует педагог. Занятиями в музыкальном классе юная звезда не ограничивается. Школьница совершенствует голос и дома. Время остается даже на мастер-классы для друзей. Я занимаюсь у Кристины Владимировны, когда она мне дает разные импровизации. Я их дома учу, и когда хочется устроить концерт для себя, я пою дома. У меня постоянно приходит подружка, мы включаем музыку и танцуем. У меня дома два микрофона, и мы с ней поем под эти микрофоны. Но главный слушатель и домашних, и эстрадных концертов Вики – ее мама. На репетициях она в полголоса подпевает дочке. Раскатистый голос школьницы уже называют символом омской вокальной школы. Оскал, оскал. Вот это вот самое главное, что работают мышцы лица. К сожалению, вот у конкурсантов Викиных этого не было, ну большинство. До финала премии президента будущей России остается чуть меньше года. Юное дарование для битвы голосов готовит сложнейшую джазовую композицию. Екатерина Булучевская, Павел Манжос, 12 канал. Омский авангард тем временем открывает охоту на комментатора. Хоккейный клуб и 12 канал запускают совместный проект. Принять участие в нем может каждый желающий. Главные требования – возраст 18+, грамотная речь, хорошая дикция, любовь к спорту. А самое важное – участник должен знать все об омском хоккее и не только. Для того, чтобы попытать счастье стать комментатором, нужно заполнить специальную анкету на официальном сайте «Авангарда» и пройти тестовое задание, прокомментировать 5-минутный отрывок матча. Конкурс стартует 23 мая, прием заявок продлится до 5 июня включительно. Шорт-лист победителей предварительного этапа опубликуют на официальном сайте «Авангарда». Из числа счастливчиков и выберут комментатора. Победитель конкурса получит право работать на прямых трансляциях матча «Авангарда» с начала нового сезона КХЛ. Все наши новости на сайте 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Фаворит. У нас очень большой выбор кроватей. Фаворит. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Кому-то бездорожье. Для нас свобода передвижения. Кому-то испытание. Для нас приключения. Для кого-то далеко. Нам рукой подать. Кто-то говорит недостижимо. Мы говорим доступно. Кредит с платежом 1000 рублей в Банке Восточный. Банк Восточный. Банк с нашим характером. Что делает человека гражданином? Память? Свобода? Возможности без границ? Или духовное наследие? Участники национальной премии «Гражданская инициатива» знают точно. Расскажите о своей инициативе миллион. Получите шанс стать лауреатом национальной премии и завоевать денежный приз. Подробности на сайте premia.gi.ru и по телефону 28-60-08. Папа, открой! Время идет, все меняется, и только вкус остается прежним. Мой сын любит его так же, как и я. Кушай, внемишка! Встречайте новое поколение в НИМИ! Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен! Ведь у нас тушка бройлера «Чемзинка» 80 рублей за килограмм. Сайра 245 грамм 55 рублей. Квас «Русский дар» 1,5 литра 39 рублей. Красная ярко, ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 50 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Сибирский центр казахской культуры «Мельдер» приглашает на казахский праздник культуры и спорта «Той-Думан». Праздник состоится на территории учебно-выставочного комплекса «Агро-Омск» улица Королева, 20. В программе праздника – турнир по казахской национальной борьбе «Казах-Курез», конкурс джигитов, конкурс национального костюма. В празднике принимают участие лучшие казахские творческие коллективы Омской области и гости из Республики Казахстан. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Бескаркасные ангары. Телефон 999-222. О погоде спонсор прогноза – медицинский центр «Камелот». Эстетическая медицина и стоматология. Отделение лечебного голодания. Завтра, 21 мая, по области в Омске переменная облачность без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы плюс 7, плюс 12. Днем потеплеет до плюс 23. В Омске ночью 9-14 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. Ветер умеренный, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Удаление сосудов на лице и теле. Лазерное омоложение лица. Уникальная лазерная система «Мэйджик-3». Медицинский центр «Камелот». Телефон 24-04-82. Пока это все новости о развитии событий в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова